Приветствую вас на первом циничном канале с берега Чудского озера, где я только что встретил рассвет. Сказать, что настроение хорошее, ничего не сказать. Это не настроение, это что-то большее, состояние. Вон там солнце встало, красота. А поговорить я хотел сегодня вот о чем, о лузерах, друзья. Очень часто комрады мужского движения будут слышать такой упрек со стороны, может быть, женщин, может быть, оленей. Лузеры, лузеры, посмотрите на себя, вот под фотками часто читаю, когда встречаются мужчины, действительно думающие, начинают что-то обсуждать, то какой-нибудь олень там, а, еще с работы пришел, но еще спать не успел, там две минуты у него свободного времени выдались, он пишет, что чуваки-то вам в зал там надо, не знаю, вы лузеры, какие вы там альфачи, как будто кто-то говорил, что он альфач, ну да ладно, лузеры. Так вот, друзья, кажется ли вам, что вы лузеры? Кажется, не кажется. Знаете, что интересно? Для тех, кто не окончательно прозрел, может иногда еще прилетать отголосок из того мира, из Матрицы, и действительно, блин, не выгляжу ли я как лузер? Ну, не знаю, там, не качаная фигура, что еще там, ну, не бабуин такой, с голосом, это у меня голос сейчас, просто я в машине спал с просонки такой, а так-то он у меня, ну, помягче. Блин, хочется горилла, быть, хочется даже по-дебильней стать, понимаете? Все-таки атрибут успеха мужчины в России, это где-то степень интеллекта между дебильностью и бицильностью, то есть, ну, под себя не ходят, это уже идиотия, пока, пока, вот, а все-таки, ну, так, хочется так, интеллект даже мешает быть счастливчиком, вот, интеллект, ну, на уровне, хотя бы, среднячка, это уже лузер, надо быть, такое, кого тут это, вот, вот, примерно, ну, так, счастливчик, короче, должен выглядеть, вот, но в то же время, каким-то образом, еще деньги зарабатывать более-менее. Ну да ладно, то есть вам может показаться, что вы лузер, например. У девушек вниманием не пользуетесь и так далее. Так вот, расскажу притчу одну, но в таком изложении, как ее рассказывал один очень умный священник, по-моему, архимандрит. Так вот, притчу вы, наверное, все знаете. Притча о блудном сыне. Короче говоря, краткое изложение библейской притчи. Значит, было у отца два сына. Вот. Один, не дожидаясь, пока отец скончается, сказал, что выдели мне мою долю в наследстве, и я пойду гулять. Вот. А то слишком долго я на тебя работаю. Все. Отец ему выделил, он пошел прогулял все наследство и решил вернуться. Вернуться, но, соответственно, покаяться отцу и хотя бы свинопасом у него устроиться, потому что все прогулял, все, еще и отца обидел. Ну, соответственно, пришел, и отец восстановил его в достоинстве, в сыновьем. Опять же, ему там перстень надел, одежды надел. И, соответственно, его брат, этого сына, обиделся. Сказал, что, блин, я на тебя все время на отца работал, ты мне там козлика не дал с ребятами покутить, а вот этот раздолбай ходил, и ты ему вот такой прием устроил, на что отец сказал, что, сын, ты всегда со мной. А вот этот, он, как говорится, потерялся и нашелся. Поэтому праздник у меня. Но самое главное, что отец сделал, он приказал отруку пойти в стадо и заколоть упитанного тельца, и устроить пир. Пир, что сын вернулся. Так вот, это притча о блудном сыне, библейская. И когда ее рассказывал один очень умный архимандрит, он, его слушали всегда, ну, как бы притчу-то обычные, христиане это знали, и он говорил, ну, как, хорошо все закончилось? И народ говорил, да, да, там тетки говорили, да, отлично закончилось, сын вернулся. И тогда архимандрит говорил, да, хорошо закончилось. А теперь посмотрите на все на это с позиции упитанного тельца. Хрена себе. Ходишь в стае, такой, в стаде, ты упитанный, все телочки твои, ты ходишь, такой, ты упитанный телец. Вот. И тут вдруг какой-то там вернулся, и тебя, хоп, и на стол. Вот. Хорошо закончилось? Тут народ уже начинал сомневаться. Вот. Так вот, друзья, что такое не лузер? Не знаю, назовем это социальный счастливчик. То, что матрица будет называть там настоящим мужчиной, счастливчиком, правильным мужчиной, не знаю, успешным, успешным, обладателем успешного успеха, успешного мужчины. Что это такое? Это упитанный телец. Друзья, это всегда корм. Потому что это, как правило, работа на эту систему, и, как правило, изъятие практически всего ресурса. То есть, работа даже не на себя. Потому что, работая на систему, у вас не формируются в цели трат этих денег. Вы работаете на систему, все, вы хороший винтик. Зачем винтику много денег? Он просто крутиться должен. Вот. И у вас эти деньги изымаются. Поэтому, смотрите, есть соблазны в мире. Например, соблазн женского внимания. Просто вы можете, ну, залипнуть на это дело и начать, как говорится, многие люди на этом затонули. Начать просто туда деньги сливать. Поэтому, друзья, если даже вам кажется, как-то вот, вы видите пары, очень часто мне ребята говорят, что вижу пары, ну, завидую откровенно, там, у меня девушки нету. Друзья, смотрите, если вы обделены женским вниманием, вот, зная матриархальность общества нашего, зная семейное право, зная примерно, что вылетает мужчинам от отношений. Друзья, я общался с сотнями мужчин, лично общался, вот, по тематике первоциничного, примерно, зная ситуацию, то есть, ну, намного, наверное, лучше среднего ее зная, если у вас нету девушки, если вы обделены вниманием, если на вас смотрят, и так, лузер, все, ну, что это, а не мужик? Смотрите, что делаете, вот так вот, вот эти три пальца складываете, и вот так вот креститесь. Господи, спасибо тебе! Вот примерно так, друзья, на полном серьезе. Слава тебе, Господи! Вот если вы обделены вниманием, троекратно перекреститесь, не ленитесь. Понимаете, люди, которые сейчас, когда-то были вот этими упитанными тельцами, а сейчас это уже косточки от упитанного тельца, это либо в буквальном смысле косточки, на кладбище походите, там таких вот сорокалетних счастливчиков, прут, как говорится, вот и две тележки. Так вот, или же это, ну, еще ходячие косточки, кожи обтянутые, ну, с исполнительными листами, без нормального жилья, там, с долгами по ипотеке. Вот, друзья, вот им сейчас сказать, многим из них, что хочешь на 20 лет вернуться, и ты там лузер. Не такой вот, э, упитанный телец накачанный, а лузер, на которого не посмотрят. И он бы не знал, он бы сказал, что мне, хочешь палец отдам, не знаю, у меня больше нет ничего, что мне за это тебе дать? Многие бы, согласились бы, трусы отдам, что, больше не оставили мне ничего, хочешь трусы, хочешь палец забери. Они бы очень много отдали, просто у них мало чего есть, за то, чтобы вернуться, и не пользоваться женским вниманием, чтобы не было девушки, чтобы все просто на него пальцем показывали, говорили, лузер, лузер. Поэтому, друзья, только, по сути, у социального лузера есть возможность стать человеком, есть возможность сказать, да пошло оно все, нету, как говорится, не получается, приеду сюда, на Чудское озеро, и только здесь начнет раскрываться понятие человека, голова эпоха, человек, причастность интеллекта к эпохальным каким-то явлениям. И когда вы, находясь здесь, вспомните вот этот успешный успех, то, что вам предлагалось там как максимум, и вы поймете, что этот максимум сейчас даже не дно, не земля, на которой вы стоите, а намного меньше, вы не захочете, мягко говоря, вы не захочете менять, это будет ниже вашего днища, успешный успех. Вы здесь о нем, скорее всего, даже не помыслите, но если помыслите, это примерно мысли, как бы, ну вот ты человек, хочешь стать индюком, и тебя сразу на стол подадут. Да нет, спасибо. Вот, я лучше, как говорится, вот на озеро полюбуюсь. Поэтому, друзья, не бойтесь быть лузерами, не делайте ровным счетом ничего, чтобы выйти вот из этого состояния лузера. Вам нужно развиваться, а не кому-то что-то доказывать. Боже вас упаси, пытаться поднять свою товарную ценность перед обществом, перед стадом, по сути. Я вам говорю, что ваша низкая там или нулевая товарная ценность, это возможность, ну скажем так, по-легкому пройти мимо статуса корма, по-легкому, без соблазнов. Да, собственно, вы и не будете ее поднимать, потому что подъем это только, ну как бы, что такое товарная ценность? Не лузер. Это просто ценность корма, востребованность вас как корма. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина это, который работает, много работает и быстро подыхает, освобождая место другому настоящему мужчине. Не бойтесь задроченного вида, лузерского вида. Друзья, это нормальный вид, это всего лишь то, что не воспринято обществом, как хороший качественный корм. На вас смотрят и понимают, что жрать нечего. И когда вы получаете какой-нибудь комментарий, на первом циничном, там, под женским аккаунтом, что лузеры, посмотрите на себя, переводите. жрать нечего, невкусные. Сожрала бы, да вот взять нечего с вас. Вот как это переводится. Поэтому не бойтесь быть лузерами, это хорошо. Это значит, что вы идете другим путем развития. Не как корма, а как человека. Вот. Почаще приезжайте вот в такие места, развивайтесь как человек. Вы будете расти, в какой-то момент вы будете видеть, что обогнали основную массу, в какой-то момент она останется, у вас там просто где-то, вы про нее забудете, насколько низко будет. Но в обществе вы будете выглядеть лузером. И обществу вам это особо не нужно будет. С какого-то момента вы перестанете испытывать терзание, что у вас там девушки нету, некому вас ошкурить просто, это ободрать как липку. Вы поймете ценности жизни. Но пока вы не соскочили полностью с матрицы, вам действительно могут быть прилеты из прошлой жизни. Такие, знаете, как фантомная боль. Пока вы в матрице жили, вы считали, что вы человек. И вот сейчас вам такие будут непонятные там, вы смотрите, смотрите там, красиво. Ой, блин, а не лузер ли я? А как это самое, обо мне подумают? А как убедить, что я не лузер? Постепенно это выветрится. Здесь, видите, ветерок хороший от озера идет. Выветривает. Много дерьма из головы выветривает. А что не выветрит, он солнце подсушит. Благо оно уже взошло. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова